Всем привет! Продолжаем рассматривать работы скульпторов, художников Коатли Куэ из Коксатла, постклассический период 1500 год, туф, высота 11. Коатли Куэ почиталась ацтеками как богиня земли, плодородия и смерти, мать богов солнца и луны. Согласно мифу, однажды, когда она стояла на вершине горы, ей упал с неба шар сверток из перьев. Богиня прижала его к себе и через некоторое время родила сына Уицелопочтли, одного из главных богов ацтекского пантеона. Он родился в снаряжении воина и защитил мать от угрожавших ей расправой старших детей. Амбивалентный образ Коатли Куэ одновременно воплощал начало и конец жизни. Она олицетворение земли, из которой каждое утро рождается солнце и смерти, так как земля в назначенный срок поглощает все живущее. Значение имени, та, что в платье из змеи, стала главной иконографической деталью, отличающей богиню в произведениях искусства. Статуя из разновидности туфы, исполненного в регионе, соответствующем южной части современного мексиканского штата Пуэбла. Фигура статична, в нем массивные стопы с пальцами, напоминающие звериные когти. Кисти рук подняты и обращены ладонями к зрителю. Грудь обнажена. Юбка богини, сотканная из переплетенных тел змеи, головы и концы хвостов которых образует ее нижний край. Змеи служат героиней и поясом. Голова выполнена в виде черепа. Мочки ушей украшены большими круглыми дисками. От инкрустации сохраняется только фрагменты. Это бирюза в круглых углублениях на скулах, несколько зубов из белого перламутра и розовый перламутр, выстилающий ноздри. Возможно, дорогой материал заполнял и круглое отверстие в груди статуи. Ну вот такое описание, к работе Куатли Куя из Коксатлана, постклассический период, я нашел в интернете данные по тексту Великие Музеи Мира. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok